Итак, добрый вечер. У нас такая затемненная обстановка, потому что после очередной тренировки я разбираю свою экипировку и хотел показать, поговорить про опыт по медицине, который у меня наработался за 5 лет. Я хотел показать вам, что я активно использую, что не используется вообще и хранится просто так. С учетом того, что 5 лет у меня был мой парамедицинский опыт, практика хорошая. После этого я не завязал, не стал менеджером. Я периодически оказываю первую помощь разную. Во-первых, хотел сделать видео про групповую аптечку. Такие я уже делал обзор. То есть, в принципе, там всего то же самое, что вы берете, только много на несколько человек. То есть, несколько противоожоговых, куча бинтов, несколько жгутов. То есть, все помного. И хотел показать сейчас вам, что ношу с собой лично я. Потому что аптечка групповая или для оказания первой помощи – это разные вещи. Например, вот такая вот отрывная раскладушка у меня не прижилась. Хотя она вмещает прямо вот все, что нужно. Хорошая, да, вмещает все, что нужно. Мне эргономично, мне удобно с ней работать. Она не отстегивается. И как-то вот не зашла. Что мне зашло? Во-первых, в штанах у меня лежит пару салфеток, либо дезинфицирующих, либо спиртовых. В куртке, либо в штанах у меня шприц-тюбики. Вот в такой ударопрочном кейсе. У меня на разгрузке и в рюкзаке два вот таких набора. Один на мне, я сейчас покажу. Это ИППшка, израильский бандаж малый. И жгут турникет. И в подсумок, да, на груди у меня медицинские ножницы, естественно. И у меня вот такая аптечка. Сейчас я ее покажу. Это вот в развернутом виде, полевая у меня. То есть тут таблетки. Три бинта, набор разных салфеток кровоостанавливающих, противоожоговых. И тут вот тоже салфетки, таблетки, йод. Йода использую много. То есть вот реально. Это, и сейчас покажу. Это вот у меня либо в рюкзаке, либо на подсумке РПС. Обязательно, ребят, вода во фляжке. То есть это одно из самых первых медицинских средств. И попить, и промыть, охладить. Вода очень нужна. Вот разгрузник. Вот у меня на руке здесь маркер, ножницы, жгут. Так, здесь у меня фонарик. И вот дернув одной рукой. То есть тут у меня ИППшка. Еще у меня, например, промедол, таблетки, салфетки. И это на быструю помощь скоростную. И в основном на меня. То есть этот набор я никому никогда не буду использовать. То есть он чисто для меня. На чужого человека. То есть у меня лежит отдельно то, что я вам показал. Теперь разбираем групповую аптечку. И смотрим, что пригодилось, что не пригодилось. Раз в жизни пригодились косынки для перелома. Перчатки пригождаются. Да, придется. Ну, берите прям несколько пар. Ликопластыри вот такие пригождаются. То есть, я говорю, йод, перекись. Жгуты практически не пригождались. Особенно туфтовые которые. Салфетки обычные, то есть марлевые. Бинты марлевые, они пригождаются. То есть ты ими работаешь. Даже если отсутствуют какие-то серьезные ранения. Там осколочные, не осколочные. То есть ты ими порезаешь швы всякие. И всякие травмы обрабатываешь. Повязка противоожоговая. Применяется крайне редко. Или применяется вот такая. То есть у нас редко там. Такой, чтобы пять ладоней там было. То есть тут вот 20 на 24 сантиметра. Это много. Но живот, например, закрыть можно целиком. Она легкая, компактная. Одно обязательно бросьте в аптечку. Дальше погнали. Бинты. Почему вот, например, я не ношу до хрена ЭППшек. Потому что ЭППшек я использую мало. А размером они, например, как 3-4 бинта. И мне проще там одному дать бинт. Или один на руку, другой на голову. То есть в этом плане я беру вот такие вот маленькие бинтики. И, кстати, по этой схеме работает китайская медицина. У них в маленьком наборе там кучу маленьких бинтов. Охлаждайка. В групповом наборе в машине лежит. С собой никогда не ношу. Устройство рот в рот. Никогда в жизни не применял. То есть когда доставали утопленников, уже было поздно. Маркер практически не применяется. Можно взять один маленький. Причем на всю группу. А вот лейкопластыря уходит много. Но лейкопластырь сейчас вот идет. Покажу вам. Он какой-то бумажный. То есть это тухта полная. Я на медицинском складе беру только... Это вот, ну, как бы вот... Выдаю, ну, закупается вот в аптеке. Вот он, как бумажка, короче. Бумажный прямо, вот реально. Вот. Я таким не пользуюсь, сразу скажу. Он отваливается, когда потеет человек. И я на складе беру широкий пластырь. Им потому что можно делать стяжки. То есть у меня было такое. Нашатырные салфетки. Нашатырный спирт. Применяется. То есть при потере сознания. Даже при укусах его прикладываешь на рану. И особенно пчелы. Яд разрушается. То есть несколько раз применяется. Перекись водорода. Салфетки с перекисью водорода. Переменяем. То же самое, как и спиртовые. Применяются довольно часто. Одно из первых средств, которые надо держать. Это вот гелевые вот такие ранозаживляющие повязки. То есть ты ее первую прямо на рану положил. И прибинтовал каким-то бинчиком. То есть вот они в комплекте. У меня даже в машине вот так вот лежат. Там во всех местах. Что касается таблеток. Вот такие. Я начинал вот с таких аптечек носить таблетки. Очень удобно, компактно. Вот. Потом просто вот перешел на другой вариант. То есть вот который у меня. Она вставляется в подсумок в обычный. Видно, не видно. Ну в общем сзади обычный подсумок. Рядом с ней можно еще пару жгутов и ПП положить. Жгут эсмарха. Можно. А что нет? То есть с ним никаких проблем нет. Но если особенно ничего нету, то да, пригождается. Вот такие повязки можно кинуть. Особенно если что-то горит. То есть эта мембрана, она будет тормозить вот этот проход смолы к носу. Ну и при работе с теми, кто подцепил какой-то вирусняк, тоже немножко помогает. Дальше, дальше, дальше. Так, не вижу где у меня гемостатическая фигня. Гемостоп. Гемостопы применяю крайне редко. И даже вот которые есть, вот например, статин, он просто сушит как бы рану. Не знаю, но наверное все-таки помогает немножко. Салфетки вот Эверс Лайф вообще ни о чем. Вообще просто протереть рану. И порошок гемостоп жжет и практически, то есть, его по возможности мы не применяем. То есть, если нам надо, мы делаем тампонаду бинтом, пропитывали амилкапроновой кислотой, либо используем, как я уже говорил, то есть, вот первая тема. То есть, при ожогах, при ранах, трофических язвах, что только не... Ну, то есть, везде ее и в рану. Вот, я кладу в основном сверху идет, и вот это вот первое время она играет. Потом убираешь и рану сушишь, потому что она влажная, и рану долго нельзя. Иначе края раны начинают белеть. Вот, это плохой признак, сразу хочу сказать. То есть, происходит как бы отмирание тканей. Ну, как вот на руках вот у вас после бассейна, да, такие эти. Потом, когда высохла рука, она у тебя вот эти вот морщинки все рассасывается, все швы сходят. Вот, собственно, вот дополнительную аптечку, дополнительную ИППшку я ношу в маленьком рюкзаке, мини-пэк. Вот, он не на скоростном доступе, там еще 3 литра воды. В ноге у меня еще бандана. Бандана. Вот, я ей воду фильтрую, вытираю пот. И она на случай вот подвесить руку переломанную, раненую. Вот, но вот именно вот как переломку, а при переломе я ее практически ни разу не использовал. Один раз, когда вот у сына была трагедия, а так в основном все ранения, они без, вот, у меня проходили. Наклейки, пневмоторакс, унес его в машину, тоже практически ни разу не применяли. Один раз у меня товарищу поставили их, на всякий случай, короче, ему поставили. У него было ранение, осколок минометки застрял в позвоночнике, ну, рядом там, в ребрах. И думали, что пневмоторакс, но он не свистел, и мы на всякий случай воткнули. Вот, то есть вот перчатки вот такие, они даже помимо медицины очень часто используются, где вот с грязью работаешь с какой-нибудь. Вот, это у меня не моя медицинская сумка, это я просто вот ребятишкам раздать, списанное оборудование вот набрал на базе. Вот, для занятий, то есть несколько мешков. Вот, а так, я таким не пользуюсь. Вот, ну, собственно, вот и говорю, вот, все, что вот мое я вам показал, вот, а остальное, то есть носилки, я использую гамак. И использовал гамак. Вот, то есть это вот то, что на мне. Вот, и обратите внимание, то есть не обязательно какой-то болотной, отрывной подсумок, то есть что-то у меня просто в куртке лежит, что-то у меня в рюкзаке, на разгрузке, вот, и с этим я бегаю, как бы. Вот, таблеток, таблеток надо побольше, уколы, таблетки, они больше вот носит и медик, как бы, да, вот, а остальное, то есть все, как бы, немножко понты и мусор. Вот, 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 вот.